Праздник продолжается. В тундре отмечают День Оленя, кочевники принимают подарки и поздравления, за торжествами наблюдают зарубежные гости. Загубленная молодость. 20-летний житель Наринмара, который продавал так называемый спайс, проведет за решеткой больше 10 лет. Путь к медалям. Впервые в истории в Наринмаре прошел чемпионат по дворовым видам спорта. Лучших выявляли сразу в нескольких дисциплинах. Это телеканал «Север». Пришло время подвести итоги дня. С вами Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Нинецкий округ продолжает отмечать один из самых главных праздников – День Оленя. Как его только не называют. И местным Новым годом, и даже северным многоборьем. Смысл прост. Жители Тундры собираются вместе, чтобы встретиться с роднёй и обменяться последними новостями. Одним из первых – к оленеводам и всем жителям Заполярья. С пресным словом обратился Игорь Кошин. Оленеводство – не просто визитная карточка нашего региона. Это стратегически важная для округа отрасль сельского хозяйства – неотъемлемая часть традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Это крайне специфический вид хозяйствования в суровых условиях Заполярья, где всё решается очень многими факторами. Один из них называют просто человеческий. Игорь Кошин пожелал всем оленеводам и чумработницам стабильности и уверенности в завтрашнем дне, также крепкого здоровья, счастья и благополучия. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Напомню, округ продолжает отмечать один из самых колоритных национальных праздников. День оленя 2 августа гостей встречали в СПК «Харп». Спецрейсом в стойбище прилетели представители администрации региона, журналисты и самодеятельный коллектив из Тельвиски. По традиции в этот день оленеводы собираются вместе не только, чтобы отметить праздник, но и для того, чтобы вместе решить производственные задачи и наметить планы на будущее. Поздравить с профессиональным праздником оленеводов «Харпа» приехали финские партнеры. В интервью нашей съемочной группе зарубежные гости заявили о намерении продолжать сотрудничество с Ниницким округом. Харри Покко владелец завода по переработке оленей шкур вблизи финского города Ровниями. Именно туда, после забоя, СПК отправляет сырье, которое раньше просто выбрасывалось. Только за этот год финны закупили в округе 14 тысяч оленев шкур. Это почти в 6 раз больше, чем годом ранее. И это только начало в планах у переработчика увеличить объемы экспорта. В идеале мы хотели бы выйти на объем 100 тысяч шкур из трех регионов России, с которыми сотрудничаем. Мурманской областью, Республикой Коми и Ниницким автономным округом. В Ниницком округе Харп стал первым хозяйством, которое перешло на европейские стандарты работы. Идея переработки сырья родилась в 2013 году в Ассоциации Ясавей. В короткие сроки был найден зарубежный партнер и получено первичное финансирование от программы «Калартик» – «Приграничное сотрудничество». В Харпе внедрили новую технологию засолки сырья в специальном барабане. После засолки и упаковки шкуры транспортируются в Финляндию. Для округа такой опыт не в новинку, признается заместитель председателя Игорь Литков. «Если честно говорить, то есть эти технологии все старые, которые мы давно уже все забыли в Советском Союзе, когда мы работали, в период советских времен, мы все занимались тоже этими шкурьями. Отправляли на Синегории, то есть в Коми СССР. Поэтому нам это все не ново». Благодаря международному проекту сегодня Харп получает дополнительные доходы. За счет этих средств СПК приобрел шведское оборудование. Линию убоя, лебедки приобрели все то, что не выпускается в России. Теперь производственные показатели кооператива будут только увеличиваться. Сегодня в СПК работает 124 человека. 61 занят непосредственного линеводства. Вопрос с кадрами для СПК пока не стоит остро. Проблема в другом. С улыбкой говорит зампредседатель кооператива. «Не идут нам молодые девушки. В большинство случаев, значит, линеводы у нас холостые, что не позволяет постоянному молодому человеку находиться в тундре. Ему хочется все же тепла, уюта. А кто создает уют? Женщина». И в этот день уют в стойбище создавала женщина. К встрече многочисленных гостей все было готово. Поздравить дружников тундры также приехали представители региональной власти и творческий коллектив из Кельвиски. В стойбище прошли традиционные спортивные состязания по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках. Лучших спортсменов ждали награды. А самым главным событием празднования стало честование победителей отраслевых, производственных соревнований среди оленьеводческих хозяйств. По итогам ХАРП стал третьим. «Это сертификат на 200 тысяч рублей. Николай Петрович, прошу получить!» Кроме того, одна из бригад СПК ХАРП стала третьей в соревнованиях среди оленьеводческих бригад. За это она также получила денежную премию. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Столицу округа посетили члены Совета директоров и правления компании «Башнефть» во главе с председателем Совета, первым заместителем министра энергетики России Алексеем Текстлером и президентом компании Александром Корсиком. Основным пунктом рабочей поездки стало посещение месторождения имени Романа Трепса. Побывала на промысле и наша съемочная группа. Трепса – одно из самых известных и перспективных месторождений Заполярья. Достойно выглядят производственные показатели. При нынешнем среднем суточном объеме добычи нефти на Трепса в 3350 тонн удалось поднять уровень еще на 600 тонн за счет начала эксплуатации месторождения имени Титова. В целом же «Башнефтьполюс» увеличила объем добычи за полгода на 70% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В перспективе тоже только рост. Ненецкий автономный округ Трепса и Титова. Выход на уровень 4,8 миллионов тонн. Владимир Михайлович меня поправит, по-моему, в 2019 году, да? Плюс у нас же еще есть совместное предприятие, еще одно с Лукоилом, которое называется «Восток-Навел». В следующем году мы начинаем бурить разведочные скважины. И стучу по дереву, есть большая надежда, что мы сможем там что-то хорошее тоже открыть. Гости убедились, инфраструктура промысла соответствует самым высоким стандартам. Состояние промобъектов и рабочих мест, оснащение каждого из них, уровень охраны, труда и промышленной безопасности. Наконец, условия для отдыха вахтовиков. Ничто не вызвало замечаний. С одной стороны, мы видим прекрасные производственные мощности. Мы видим, что параллельно с добычей осуществляется развитие месторождения. Мы видим, что для людей создаются условия. И эти условия позволяют людям комфортно и достойно трудиться на месторождении. Но кроме производства, есть еще важный аспект – социальная ответственность башнефти, забота о земле, на которой ведутся работы. И здесь речь идет не только о соответствии с самым строгим экологическим требованиям, но и в целом о сотрудничестве с субъектами. В приоритете компании – финансирование значимых для округа социальных проектов. У нас сложились конструктивные отношения с администрацией округа. На сегодняшний день у нас подписано соглашение. Если убрать с начала работы компании в регионе, потрачено более 100 миллионов рублей. Это на социальные проекты. В основном это направление, это медицина, это образование. Этот визит еще раз подтвердил перспективы башнефти-полюс. Оптимистичный вклад компании в социально-экономическое развитие округа с каждым годом становится все более весомым. Олег Танзейский, Сергей Качегов, Телеканал Север. С 1 января следующего года для чиновников повысят пенсионный возраст – 60 до 65 лет. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство труда. Речь не идет о формальном увеличении пенсионного возраста, так как вносить поправки в базовый закон о пенсиях не предлагается. Изменения будут вноситься для выплат-доплат за выслугу лет. Отвечая на вопрос, является ли повышение пенсионного возраста чиновникам первым шагом для повышения пенсионного возраста другим категориям граждан, в Министерстве труда сказали – это является тем, что является. Напомню, ранее стало известно, что Минтруд по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева разработал законопроект о повышении пенсионного возраста для госслужащих за выслугу лет с 60 до 65 лет. Этот законопроект отличает предельную жесткость, поскольку в нем отсутствует переходный период, а также нет различий между мужчинами и женщинами. Документ, который будет внесен на рассмотрение Госдумы, также предусматривает увеличение минимального стажа государственной службы с 15 до 20 лет. Спасателям тем временем снова пришлось показывать свои профессиональные навыки. Человек за бортом на печоре перевернулась лодка с рыбаками-любителями – кадры спецоперации. Нерадушная статистика – количество ДТП с участием детей в этом году выросло в два раза. Как не стать жертвой аварии, рассказали инспекторы ГИБДД. 14 лет строгого режима получил 20-летний житель Наринмара за хранение и распространение сильнодействующих наркотиков. Так называемые спайсы молодой человек хранил у себя дома. Преступника задержали с поличным во время контрольной закупки. Тогда в качестве покупателей запретной смеси выступили сами полицейские. В 2014 году в ходе проведения оперативно-наркотических мероприятий было установлено лицо, занимающее сбытом наркотических средств, так называемых спайсов в городе Наринмаре, в центральном секторе. В ходе мероприятий лицо было задокументировано, его преступная деятельность. Был вынесен приговор, которым указан срок – это 14 лет. Я считаю, что этот срок разумный, потому что за совершение сбытов наркотических средств санкция очень велика. И считаю, что данное преступление можно пресечь только такими способами, как заключение лиц под стражу. А в водах Печоры перевернулась лодка с людьми. На ее борту находились двое рыбаков-любителей. Такова легенда очередных учений. По сценарию на место ЧП незамедлительно отправился отряд поисково-спасательной службы. Операция по вызволению утопающих длилась всего несколько минут. До пострадавших сотрудники ПСС добирались на моторной лодке, а затем были применены спасательные круги. В итоге оба рыбака благополучно оказались на суше. Направлены они на спасение, предупреждение, так как в округе у нас каждая вторая семья имеет лодку. Поэтому часто люди выезжают на воду, и на воде может всякое случиться. Мы отлично отработали, все хорошо постарались. Более как бы правдоподобное сделать, мне кажется, все получилось. Подобные тренировки в Ненецком округе проходят регулярно. По статистике в водах региона ежегодно гибнут люди. При этом неважно, летом, весной, зимой или осенью. Но главная причина несчастных случаев – невнимательность самих утопающих. Пять ДТП с участием детей зарегистрировали правоохранители в начале года. Это в два раза больше, чем в прошлом. Статистика не радует. Детские травматисты, мои его предупреждения, очень важная и серьезная проблема. Особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагаются водным временем. Чаще находясь на улице и остаются без присмотра взрослых. Хотелось бы обратиться к родителям, что при воспитании у детей безопасного поведения на дорогах они обратили особое внимание, что когда отпускали детей гулять во дворы, чтобы они при выходе на проезжую часть осматривались. И особенно, когда переход через дорогу из-за настоящего транспортного средства. Специально для детей полицейские приводят ряд нехитрых правил, которые нужно соблюдать, находясь вблизи проезжей части. Во-первых, подходя к дороге, обязательно остановитесь и осмотритесь. Переходите дорогу только на пешеходном переходе и на зеленый сигнал светофора. Если рядом с вами взрослый, держите его за руку. И ни в коем случае не перебегайте дорогу и не играйте вблизи проезжей части. О безопасности пора задуматься и взрослым, ведь в Наринмаре построят первый скалодром. На грани полета в Ненинский округ приходит новый вид спорта. К открытию готовят первый скалодром. Первый в Ненинском округе скалодром готовится к открытию, а руководит строительными работами по возведению стены для скалолазания мастер спорта международного класса. За работой наблюдала наша съемочная группа. Сергей Шамулинкин собирает скалодромы на совесть. Каждую зацепку, куда опирается нога при лазании, проверяет на себе. Плохо привинченный, сразу же укрепляет. На таких стенках, собранных его руками, тренируются спортсмены в Ханты-Мансийске, Москве и даже Норвегии. По словам мастера, скалодром универсальный. Перемещая зацепки, можно менять сложность трассы. Это стенка для занятия болдрингом. Это лазание без веревки. Здесь будет толстый мат. Сейчас мы его еще пока не положили. Надо будет лазать без страховки, только над матом. Не надо ни веревку, ничего. Все, можно тренироваться. Можно сказать, любого уровня спортсмена подготовить для этого вида. Сергей влюбился в скалолазание еще школьником. С тех пор тренируется практически каждый день. За всю жизнь на таком стенде с маленькими ступенями намотал сотни километров. Теперь такая возможность будет у наринмарских ребят. В декабре 2014 года в округе зарегистрировали Федерацию скалолазания. Председатель спортивной организации Ксения Лямец уверена, скалодром будет востребованным. По соцопросу школьников детям этот вид спорта интересен. Поэтому мы, можно сказать, по просьбе всех желающих сделали вот такой вот стенд скалолазный, чтобы была возможность заниматься и развиваться. Тренирует, значит, как в детях, как в любом человеке, смелость, отважность, то есть преодоление каких-то своих внутренних, может быть, комплексов какие-то. Одной из первых попыталась преодолеть свои страхи маленькая Ника. Для занятий уже закуплена специальная обувь скалолазной туфли от 34 до 41 размеров. У стенда осталось расстелить маты и можно приступать к занятиям. Они начнутся в новом учебном году. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, телеканал «Север». Кроссфит, фриран и футбол – все эти слова объединяют одно событие. В окружной столице накануне завершился первый в истории Наринмара чемпионат по дворовым видам спорта. Масштаб соревнований получился внушительным. За звание лучших сражались от мала до велика. Все развернулось на территории пятой школы. Алина Ваучейская с места событий. В 60-е он играл за дворовую команду поселка Лисозавод. Сегодня он снова на поле, только уже в качестве суди. О том, как зарождался дворовый футбол в окружной столице, Николай Честнейшин знает не понаслышке. Сам принимал в этом непосредственное участие. В 60-е годы, когда начинали проводить между школами, у нас зарождался кожаный мяч. У нас, например, на заводе Борис Павлович Бородкин проводил турнир между улицами. После этого у нас была команда «Молния». Мы участвовали на чемпионате города на кожаный мяч, выиграли его. И в 68-м году мы выезжали защищать часть округа в Котлас на все российские соревнования по кожаному мячу. Спустя несколько десятков лет Николай Александрович не перестал болеть за любимое дело. Поэтому не на шутку, а беспокоен тем, что дворовый футбол потихоньку вымирает. С появлением мини-футбола молодежь стала перебираться в спортзалы, поэтому возрождать любимую мальчишкам и игру нужно сейчас, пока она совсем не изжила себя. С этим и задумали чемпионат по дворовому футболу. Первый день стал отборочным, всего заявилось 9 команд, в каждой до 15 человек. В результате определилась четверка лучших, в их число вошла и одна из самых юных команд «Северная долина». Ребята из «Наэта» взяли бронзу. Команда сыграла великолепно, конечно. Были ошибки некоторых людей, но они как бы нивелировались, и мы все равно победили. А собирали команду как у вас? Она постоянная или вы так? Постоянная команда у нас, мы все время играем. Собираемся так на поле, попинаем мяч. Пока одни гоняют мяч по полю, другие шокируют зрителей выкрутасами. Ребята-фрирайнеры летом не упускают возможность потренироваться и заявить о себе. Ведь их вид спорта требует много пространства, а зала для занятий у прыгунов нет. Скоро будет зима, и то, что нам снова придется новая тренировка, лучше бы зал был на зиму нам. А нам зала не дают, и вот некоторые падают очень сильно зимой для дышки. Тут же по соседству за звание лучших сражаются гимнасты. Они осваивают новое направление в атлетике – кроссфит. Этот комплекс включает в себя кросс и занятия на брусьях и турниках. Всего в этом виде состязаний приняли участие семь человек. Победу одержали профессионалы. Ребята, которые занимаются в тренажерных залах, они, естественно, выполнили лучше все упражнения. По времени уложились хорошо. Остальные хорошо старались, тоже молодцы. Хотелось бы, чтобы люди стали более активными. И мы, в принципе, этим и занимаемся. Активных спортсменов набралось больше сотни. Организаторами соревнований выступили активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. Идея пришла одновременно всем активистам Общероссийского народного фронта в Ленинском автономном округе. При поддержке народного фронта удалось это все воплотить в жизнь. Думали, что будет немного команд, оказалось целых девять. Почти каждый район города принял участие. Участникам и победителям чемпионата вручили памятные призы и дипломы. Но, как признались сами ребята, главная награда для них – это то, что подобные чемпионаты теперь будут проводиться регулярно. А значит, что дворовому спорту в Наринмаре быть. Алина Волчейская, Роман Делимарский, телеканал «Север». Такова картина дня. Это были новости на «Севере». Также вы можете найти их в социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте. Ну а далее прогноз погоды. Роман Делимарчан